здравствуйте дорогие друзья подписчики подписчицы случайные зрители если вы еще не подписались на наш канал обязательно подпишитесь в этом видео я хотел бы вам рассказать о замечательном средстве бактапур который является кондиционером для аквариумной воды ну и вообще лекарственным средством лекарственным препаратом данное средство выпускает компания сера немецкая достаточно известная компания что-то этой компании мы уже смотрели в прошлых видео они выпускают не только лекарственное средство но и большую линейку широкую линейку кормов и даже некоторые скажем так штучки полезные для аквариумов у нас была серовская если не ошибаюсь ловушка для улиток смотрите в прошлых видео было видео и подача кислорода тоже это же фирма у нас было тоже можно найти видео на нашем канале что хотелось бы рассказать именно об этом средстве ну вообще хотелось бы начать с того что флаконы есть на 800 литров здесь 50 миллилитров но используется на 800 литров и я лично встречал еще на 1000 литров больше пока не встречал но возможно что они есть в комплекте коробочки идет сам препарат и инструкция не скажу что инструкция достаточно подробная русский язык по крайней мере тут есть это уже радует так я его находил рядом с иероглифами есть инструкция на русском языке что несомненно радует дальше о плюсах то что здесь есть рисочки причем если флакончик перевернуть как раз будет видно сколько мы спустили лекарство а теперь давайте более подробно поговорим для чего его вообще используют как я уже сказал ранее бактапур является лекарственным препаратом который используется для лечения бактериальных инфекций самое важное для чего его применять это при нагноении плавников и ротовой полости у пресноводных рыб в аквариумах с морскими рыбками данное средство в принципе в принципе большому счету использовать можно но для этого нужно добавлять его уже не в сам аквариум а отдельно делать ванночки для рыб симптомами бактериальных заболеваний являются белые сероватые пятна красные точные области на коже воспаление и кровотечение анального отверстия и воспаление по краям плавников здесь вот если присмотреться на коробочке есть такие страшные картинки как примерно это выглядит но я думаю если вы давно занимаетесь аквариумными рыбками ну по крайней мере большинство опытных аквариумистов сталкивались такой проблемой и я сталкивался и много-много-много людей моих знакомых тоже сталкивались этой проблемой как это может быть выглядеть не только как на картинке можно наблюдать водянку брюшной полости она такая же как у людей тоже шарик такой надутый с водичкой бывают выпученные глаза бывают кровопотеки на теле бывает просто дыбом стоит чешуя и прям клочками бывает даже что-то наподобие пены вокруг самого рта рыбки беловато-серый такой налетик с граниками на голове и естественно на плавниках как я уже говорил все это есть так называемая зараза инфекционная от которой пол помогает и очень эффективно помогает бактапур по поводу применения перед употреблением нужно его обязательно встряхнуть потому что он немножко имеет осады такой небольшой поэтому всегда нужно встряхивать 1 миллилитр ну это мы по рисочкам не совсем поймем 1 миллилитр это примерно 30 капель которые используют на 20 литров воды в аквариуме как его используют первый день заливают как я уже сказал 30 капель на 1 миллилитр воды ой 30 капель или либо 1 миллилитр на 20 литров воды на третий день добавляют снова бактапур воду из расчета того же самого 30 капель на 20 литров воды при этом воду между этими днями первым днем и третьим днем не подменивают и если у вас стоит фильтр скажем так биологические с углем например то его необходимо будет соответственно отключить есть еще одна фишка по крайней мере о том как рекомендуют самой компании сера использовать когда использует бактапур они рекомендуют использовать использовать еще и эктапур но я его к сожалению не использовал мне просто поблизости его в магазинах не было но как говорит производитель то что эффективность будет в несколько раз усилена дальше по праву по поводу состава что входит состав на 100 миллилитров данной жидкости здесь получается что еще есть в первую очередь это метиленовый синий 495 а это уже о чем нам говорит это говорит в первую очередь о том что нужно быть осторожными если у вас в аквариуме находятся улитки потому что не все улитки практически не все улитки не переносит метиленовый синий поэтому если добавлять принципе здесь немного нужно очень быть с этим делом аккуратным либо улиток отсадить на время бутилигликоль также здесь есть 81 миллиграмм и акрифлавин вот такие три основные компоненты которые здесь находятся обратите внимание на данную пипетку очень удобная для того чтобы можно было именно в капельках измерить и дальше мы будем его использовать как обычно я это делаю не сразу в аквариум а через отдельную отдельную емкость с водой а а а а а и а и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» До новых встреч, до свидания!